Якутские офтальмологи провели две операции по трансплантации роговицы глаза. Это стало возможным с появлением глазного банка посмертных доноров города Москвы, iLab. Прежде существовал только один банк материалов, которого не хватало. С пациентами и докторами встретился мой коллега Юрий Осипов. Один из пациентов, 80-летний Иннокентий Легантиев, из Вилюйского Улуса, ослеп на один глаз полтора года назад. После перенесенной операции у него появился шанс вернуть свое зрение. Не пересадили роговицу. Чувствую себя хорошо. Оперировала Екатерина Фремовна Захарова. Всем докторам моя огромная благодарность. Раньше не было возможности проводить такие операции из-за отсутствия донорской роговицы. Эта высокотехнологичная медицинская помощь требует использования высокоточного оборудования и применения дорогостоящих препаратов. Однако такая операция, по словам врачей, показана небольшому количеству пациентов с повреждением роговицы. Это роговица, то есть имеется большой дефект ткани после операционной. Это выкраивается большой лоскут, то есть по всей окружности роговицы диаметром до 8 мм или до 7,5 мм выкраивается такой лоскут большой, который и пришивается новая ткань, понимаете, вот на это место. Успех операции не в меньшей степени зависит от анестезиолога. А в этом случае особенно. Если обычные операции на глаза проводятся при местном или общем обезболивании, то в этот раз потребовалась более радикальная анестезия. Больного было выключено полностью со здания и больного перевели на искусственную вентиляцию легких. В дальнейшем врачи намерены усовершенствовать проведение таких операций. Применение фемтосекундного лазера, который только установили в республиканской больнице, позволит сделать их еще более точными. Речь идет о сотых долях миллиметра. Это практически ювелирная точность. На сегодняшний день операции прошли успешно, и пациенты чувствуют себя хорошо. Но пока рано говорить о полном выздоровлении. Сейчас у них период реабилитации, и врачи осторожно говорят о прогнозах. Ведь как приживется донорская ткань, покажет только время. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...